Парковка, машина без колеса, картина не совсем обычная. Украли! Сообщение принимает дежурная часть ОВД. Незамедлительно на место происшествия выезжает следственная оперативная группа, представитель СК, оперуполномоченный уголовного розыска, участковый, старший эксперт Государственного комитета судебных экспертиз. Начинается осмотр места происшествия. Была произведена фиксация места происшествия до изменения обстановки. Были зафиксированы следы обуви, следы транспортных средств, предметы, имеющие значение для дела. Специалист понимает, мало обнаружить следы, необходимо провести их предварительное исследование. Гипсовые слепки, следа ботинка и шины автомобиля – первые улики с места происшествия. Следующие в списке предметы, в этом случае бутылка и упаковка семечек. В ходе тактилоскопической обработки данных предметов были обнаружены и выявлены следы пальцев рук, которые после осмотра места происшествия были направлены в Адисдакта 2000, по которым были установлены в дальнейшем данные подозреваемые. Это всего лишь отработка одного из сценариев, с которым специалисты сталкиваются в реальных ситуациях. Преступление раскрыто. Зачастую такой итог следствия – дело рук сотрудников Государственного комитета судебных экспертиз. В частности, информация о следах на месте происшествия помогает оперативникам докопаться до самой истины. В практике достаточно случаев. Например, на девушку было совершено разбойное нападение, в руках у преступника нож. Жертва не растерялась, стала отбиваться. Преступник, не ожидая такого напора со стороны потерпевшей, скрылся. Был произведен осмотр места происшествия. Были изъяты следы пальцев рук, по которым в последующем был установлен данный преступник. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.